Ребят, только что посмотрел вместе с вами обращение президента Путина. Ну что сказать, ощущение самое тяжелое. Мы вот пока собирались, думали, вдруг он придумал какую-то вакцину. Да, сейчас скажут фантастическая версия, что вот да, вот вы сидите дома, мы все изобрели. И что сейчас получается происходит? Нам продлили с вами каникулы, это даже я бы не так сказал. Но неделю сидения дома продлили до конца месяца. Все, все дети, которые ходят в школу, привет, ребят, в школу вы больше не пойдете в этом году точно. Потому что на май вас собирать, это проще уже оставить так. Да, точно не продлят чемпионат России. Вообще все спортивные состязания закончены просто. Можно сказать, ну это моя личная проблема. Самое сложное, что я не понимаю, как будет жить малый бизнес. Малому бизнесу тоже, по-моему, какая-то тоже финал на данной стадии. Потому что как был непонятен вопрос по арендной плате, так он и остался. Как было непонятно зарплата наемных сотрудников, так он и остался. То есть сейчас людей проводили в отпуск, а с чего им платить денег? Главное, что Путин не ответил на то, где людям сейчас брать деньги. Он говорит, ну да, спасибо, что вот вы сидите дома, вы такие молодцы. Вот это пафсное начало. Спасибо медработникам, медработникам и правда. Спасибо тем, кто сейчас на передовой. Главное, что Путин не дал каких-то ответов, которых от него ждали. Да, он сказал, что да, точно будет карантин. И я так подозреваю, что карантин продлится еще не один месяц, а может быть и май у нас будет карантин. Хотя вот опять же, думая, что в этой истории есть хоть какая-то логика, я думаю, к майским попробуют все это дело сделать попроще. Потому что на майский сам президент, мне кажется, делает большую ставку, что вот да, надо обязательно проводить парад победы. Там в гости приедут мировые лидеры. Да, зачем-то нам сказали, что вот там вертикаль, полдпреда теперь будут вот более лучше там собирать информацию в регионах. И как-то с этим делом работать и чего. Ну, Владимир Владимирович, я рад, что полпреды наконец-то вот хоть что-то сделают. Потому что, а может они и делали. Ну, вот вы сейчас сказали, у меня есть полномочные представители. У вас как бы вся страна полномочных представителей. В общем, такой боевой год получается у нас. Да, изначально говорили, что коронавирус это какая-то внутрикитайская история. И Ольга Скобеева на России 24 с хохотом в программе 60 минут комментировала. Как там вот эти китайцы окапываются. Потом в программе Гордоны у меня на канале люди приходили и говорили, да ладно, коронавирус это фейк. Кстати, завтра выложу интервью с Платошкиным Николаем Николаевичем. Утром не пропустите, который до сих пор говорит, что это все излишне раздуто. Раздуто, не раздуто, но нас с вами теперь уже законодательно загнали по домам. Загнали по домам. Навесили большие штрафы и серьезные санкции и фейк это или нет, но нам каждый день показывают число смертности о том, что это происходит. И все ваши социальные сети, чем бы вы сейчас не занялись, вас получается рассадили по клеткам, как у меня за спиной. Каждый день вам туда транслируют некий ужас. Все, срочно надо зайти домой, срочно надо сделать то, срочно надо сделать все. И вот сегодня, как апогеи, да второе, за две недели два выступления президента, два обращения, в которых он сначала сказал, что да, будет неделя выходных. И все закончилось катастрофой, потому что то ли 52, то ли 54 тысячи человек полетело в Сочи. Их там, помните, в видеоделах разворачивали в небо, отправляли, потому что типа зараза пошла дальше. И вот нас всех рассадили по домам. И сегодня, да, по сути нам сказали, что ребята малый бизнес. Всем привет. Денег нет, но вы держитесь. Врачам спасибо, врачам это правда, спасибо. Школьникам привет, ребята, те, кто сдает ЕГЭ. Не знаю, как вы будете сдавать, мои дети лично счастливы, потому что сидят дома, там что-то делают. Но в школу они тоже не пойдут. Мысли только одни, будем смотреть, что происходит. И как-то искать способы выживания в этой ситуации. У меня один вопрос, одна просьба, как-то донесите до мнения правительства людей, которые этим занимаются. Что вот тут вот, не внизу еще, но уже середина, которая стремительно приближается к низу. Вот эту вот прослойку надо как-то датировать деньгами. Потому что да, сказали, что в Москве или где-то там будут выдавать тем, кто стоит на учете по безработице какие-то деньги. А вот тем, кто не на учете по безработице, а тем, кто потерял рабочие места. И вся вот эта волокита, им-то как жить? Как им единоразово получить те деньги, чтобы как-то выжить? Ведь правительство тратит в неделю по 30-40 миллиардов долларов, чтобы держать курс рубля, который сейчас должен был бы обвалиться вместе с ценами на нефть. Но он вот как-то балансирует. Балансирует, как он балансирует? Правительство вкидывает, Центробанк вкидывает сумасшедшие деньги. Завтра Николай Николаевич об этом расскажет. И все. То есть удержать курс рубля это важно и нужно. А как удержать население на плаву? Да, сейчас люди сидят по домам за месяц. Они как-то там что-то подъедят, у кого есть запас. А у кого нет этого запаса, что делать? Вот те люди, у которых нет вот тех самых миллионов на вкладах, которые вы решили обложить налогами. Простые вот эти ребята, которые, как и я, где-то живут и что-то делают. Пишите свои мнения в комментариях. Не пропустите завтрашний выпуск с Николаем Николаевичем Платошкиным. Этот канал на самом деле, ребят, живем в исторические времена. Остаемся на связи. Обязательно увидимся.